Лени Макинтош. Если в кто-то говорил мне плохо о Ленине, Сталине, то это были его последние слова. Мне было тогда 14 лет и я учился в спецшколе. Если бы попробовали дискредитировать партию, Ленина, то ваши слова были бы вбиты в ваше горло. Настолько сильной была идеологическая работа. Еще существует родительский аспект, а тогда для меня они были предатели. Но все же они видели, что я стараюсь разобраться. Не так все просто было со мной. Я был одним из самых подающих надежды в школе по всем направлениям, кроме идеологии. В очередь за квасом пролезли три наглых подростка, на что я очень жестко им возразил. Они предложили решить вопрос в другой плоскости. Слово за словой мне пришлось драться против группы подростков. Благо я обладал определенными навыками. В общем накидал им пару двоечек и вырубил их. Но дальше случился поворотный момент в моей жизни. Я дождался пока они очнулся и предложил им квас. Мы разговорились. И тут выяснилось, что ограбить инкассатор ничего не стоит. Я конечно сомневался. А они такие, ты на море и хочешь? Хочу конечно. На то мы порешили. В СССР вообще не было опкой машины, которые собирали деньги, не имели особой охраны. Во-первых, достать оружие было невозможно. Во-вторых, девать награбленное некуда. Утром выехала машина. Она собирала деньги с парков, кинотеатров и так далее. Сумма была очень приличная. Тут то ребята и выхватили чемодан. Я по плану должен был стоять в парке за стеной. Мне перекинули чемодан с деньгами и так началась моя криминальная жизнь. О 90-х и все 90-е я ходил под пулями. Мог ли я себе представить в начале своего криминального пути, что окажусь в самом лучшем месте Франции? А когда я был в тюрьмах Жатамира, Сибири, мог себе такое представить? Нет конечно. У меня было 99% возможностей оказаться там, где оказались другие представители криминального мира. Мне подкладывали бомбы под машину, всячески пытались запугать, пытались арестовать правоохранительные органы. Это сейчас закончилось брутальное время. Все утряслось. Смотрите, если бы меня сбросили с самолета без парашюта и я летел бы 10 тысяч метров, то шанс у меня был выжить больше чем в 90-е. О том как остановил бандита Мансура с его саблей и секретарша вся в слезах мне докладывает, что в банк ворвались здоровенные люди и что сейчас они в кабинете со Смоленским, сотрудник банка. Я сказал секретарше успокоиться. Заходя в кабинет я увидел такую картину. Глядя на Смоленского я понял, это не лучший день в его жизни. Мансур повернулся ко мне и поинтересовался кто я. Сидящий на кресле мужчина меня узнал. Он останавливает своего шефа. Это Леня Макинтош. Тут лучше поговорить. Мы вышли с ним и поговорили по душам. Он понял кто я и не стал с сабелькой махать. Так я спас уши своего сотрудника. О переломном моменте в тюрьме, который заставил его поверить в бога я попал в изолятор. И я не знал как тот день поменяет мою жизнь на 360 градусов. Как арестант был настолько шумный, настолько неспокойный. Было дело в Западной Украине. Ключник, который дежурил там безумно меня любил. Прям до посинения можно сказать. Он бил меня постоянно, а в этот день видимо решил задушить. Они со вторым охранником стали вдвоем меня душить. Я не знал куда иду. Я не был религиозным человеком. Не задавался вопросом о жизни, религии. И вот меня душат эти двое и я понимаю, что дни мои сочтены. Говорю, Господи, помоги. Как оказалось, что именно в этот момент мимо нас проходила надзорная прокуратура вместе с дежурным. Это было не их время, даже если прокурор приезжает, то по правилам он осматривает сначала смертников. А в этот день он решил прийти в изолятор. Меня бросили душить. Теперь вера для меня, это все. А Сильвест Резариховский обк это был человек невероятной силы, который хотел починить себе всю Россию, быть номером один. Неформально конечно владеть. Сильный был конечно парень, очень сильный. И у него получилось бы, если бы он расправился с конкурентами. Его кстати кое-кто из военных поддерживал и это ни для кого не секрет. Сильвестр убил моего товарища, который хотел идти в очень большую политику. Я предупреждал его об опасности. Сильвестр в этом деле был лишь наемным киллером, а заказчик другой. О покушении я чувствовал, что за мной стали следить. Машина кружила за мной с утра. Я вызвал своих ребят с нехилыми пушками. Выхожу в подъезд с дробовиком, а краем уха слышу как патрон входит в затворник. Я недолго думая крикнул, ей ты сволочь, давай выходи. Сразу начались выстрелы в мою сторону. Мы с пацанами ответили взаимностью. Как потом оказалось это был спецотряд с Петровки. Они были вооружены автоматиками, а у нас только три помповые ружья. В этой битве вообще никто не пострадал, представляете? Если бы они ранили наших, мы бы отомстили. И наоборот. О криминальных войнах умение делить, самое большое благо, которое Господь дает. Деньги сцарит людей. Правильно делишь, сохраняешь отношения с людьми. А у меня подход такой. Заработали мы, 50% на 50% делим. Например, грабите вы банк. Вынесли 10 тысяч долларов. Вы крадите, а товарищ на стреме стоит. И вот вы выходите и даете ему 2000 долларов. Он и говорит, Леня, а если нас бы поймали, то тоже бы сказали, что ты получишь 2 года, а ты 8 лет. Нет, нам бы одинаково дали. Поэтому всегда делите порвну. Все войны в криминальном мире от того, что люди просто не умеют делить деньги. Да и вообще все войны в мире. Только от этого. Деньги, деньги, деньги. А со мной люди по 30 лет общаются. Со всего мира. И ни разу нас деньги не поссорили. О том, как выжить в тюрьме. Тюрьма есть максимально закрытое пространство. Ты не можешь там побыть сам собой наедине, как-то замаскироваться, чтобы другие не поняли и так далее. То есть человек неопрятный не сможет долго там скрывать свой недостаток. В тюрьме все очень видно. Ты пришел туда и должен вести себя согласно правилам, какими бы неправильными тебе они ни казались. Нужно общаться с людьми и не брезговать ими. Очень немало будет зависеть от твоего характера. Все сразу будет видно кто ты есть. Очень важно быть личностью. Нужно уметь за себя постоять. В разных камерах с разными людьми тебя ждет совершенно разная судьба. А встреча с самыми злобными сотрудниками администрации в российских лагерях. Очень развито сарафанное радио и все твои поступки как на ладони. Раньше депеша шла от одного лагера до другого. Было эпизод. Я попал на крытую зону, а туда попадают самые отпятые. Там был майор Махна, варвар. Пришел очередной этап. Он говорит, вы попали в житомирскую крытую. Забудьте обо всем и здесь вас будут бить 24 часа в сутки. А начну я, говорит он в такой манере, что сомневаться не приходится. Прапорщик держит дело вновь прибывших. Прапорщик читает, Звигинцев, чья крутой, в разборках любишь участвовать. И начинает его метелить. Подходит ко мне и хватает крестик, который я сделал из банки и сгущенки. Я перехватываю его руку, что равносильно выстрелу. Далее хватаю его за горло. Они ошалели. Я понимал, что меня так или иначе забьют. Они заглянули в дело и поняли, что я могу отомстить и что я особо опасен. Если бы я это не сделал, то меня обили бы каждый день. Как продал картину, стоимостью 10 евро, за 50 миллионов. Для того чтобы заработать в бизнесе нужно уметь делать деньги из ничего. Плюс к этому должны быть хорошие связи. Вон мой дворецкий нарисовал картину за 30 минут. Мы ее упаковали в рамку. Он ее подписал и решили выставить на аукцион. Я позвонил своему знакомому и обо всем договорился. Нужно было лишь внести небольшие комиссионные. Поставили на хорошее место. Выставили ценник 100 миллионов евро. А дальше больше. Проходили 100 человек и смеялись. Мол эта картина стоит 10 евро. Но никак не 100 миллионов. Что чистейшая правда. А101 подошел с умным лицом и сказал. Вы смеетесь. Не стоит эта картина 100 миллионов евро. Максимум 50 миллионов. Ну что ж. Тогда по рукам. Вот так были с легкостью заработаны 50 миллионов евро. А драки в тюрьме до того как войти в хату я сидел в изоляторе. Там кормили очень скудно. Максимум куска 2 хлеба. Сахар. Да и все в общем то. Голод чудовищный. Невыносимый. Так кормят в тюрьмах. Естественно я входил в хату в таком состоянии. Что на скелета живого похож был. А в руках у меня сумки были. С едой и вещами. Ну и там здоровые амбалы начали было думать. Что легкая у них добыча попалась. Сейчас подойдут и разведут. Только один правда придурковатый рискнул и подошел. Молча взял мою сумку и пошел на место. Я ему. Ты че? Он. Да пошел ты куда подальше. После этого недолго думая я сломал ему челюсть и пару зубов выбил. А он был выше меня и здоровее. В общем тюрьме не место для тех, кто не умеет за себя постоять. Я бы был терпилой, если бы этого не сделал и уж тем более не стал сколь-нибудь значимым в воровском мире. Субтитры сделал DimaTorzok